Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 7, вопрос 1826. Примеры покорности воли родителей есть ли в житиях? А то все прославляются такие, как житие Алексия, который бежал от невесты и любящих, глубоко верующих православных богатых родителей, которые любили нищих и были милостивыми и щедрыми. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть, но о них почти ничего не известно народу, и в честь их нет храмов. Результаты послушания воли родителей выйти замуж всегда превосходнее того, когда девица убегала и скиталась где-то». О ее биографии можно тогда сказать, что если убрать все приписки жизнеописателя, то останется только уход ее из семьи и смерть. 1 Коринфянам, 7 глава, 38 стих. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает еще лучше». Судя по стилю речи Павла, можем принять, что власть, быть ли девушке замужем или оставаться одной, все в руках родившего ее. Но никак не он решает теперь. Ныне монахи сломали этот стереотип и ввели формулу «брать по высшей шкале, пусть и человеческими усилиями, но на белом коне». Скопцы секта изуверов оскопляли и мужской, и женский пол своих кораблях-общинах, чтобы посадить человека на белого коня. Псалом 93, 15 стих. «Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем». Слово «оскверниться» встречается в полной Библии 188 раз. И всегда речь идет о нарушении освященного, узаконенного о принятии чуждого, противного Богу заразного. Число 5 глава, 19, 28 стих. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимую и будет оплодотворяема семенем». Иеремия, 3 глава, 1 стих. «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». Откровение, 14 глава, 4 стих. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу». Откровение, 3 глава, 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Симеон Дивногорец. Память 24 мая. Но так как родители принуждали ее вступить в брак, то Марфа ушла от них и направилась с поспешностью в Предтечеву церковь, находившуюся близ города Антиохии. Придя сюда, она пала ниц и со слезами начала молиться ко Господу, прося Его устроить все так, как было бы полезнее и спасительнее для нее. И было в этой церкви видение Марфи, повелевавшее ей подчиниться родителям и вступить в брак. Исполняя волю Божию, девица сочеталась с Иоанном. Честная Марфа часто приходила в церковь Предтечеву и молилась здесь с великим усердием к Иоанну Предтече, прося его исходотайствовать ей у Бога своими молитвами дар, родить дитя мужеского пола. При этом Марфа обещала посвятить его, как некогда Анна Самуила на служение Богу. После того, как младенцу исполнилось два года, родители принесли его в церковь Предтечеву и крестились здесь.